Стреляю я до сих пор хорошо. К этому бандитизму уже все готовы. Я, например, Алексея Навального воспринимаю в полном объеме. Он вообще там проект Кремля, полицейскими дубинками и кованными сапогами ОМОНа. Грабить барские усадьбы, кто это? Вот это сопляжую, сидящие в сети, переключали телевизионные программы плоскогубцами. Да куда вы нас тащите, вы даже до оружейки не дойдете со своими пукалками. Но гуртом Наваля попытаться побегать и пограбить барские усадьбы не получится. Потому что барские усадьбы неплохо охраняются. И все, ну, то, что они называют барскими усадьбами. Потому что то, кого они будут, у них будет возможность грабить, это средний класс. Ну, то есть это люди такие, как я. А мы прекрасно понимаем, что верхушку вот этот люмпин он не достанет. А ходить будет по нам. Поэтому мы и живем так, как мы живем. Поэтому у нас есть несколько эшелонированных уровней охраны. Ну, вот какой кордон, условно говоря, искали сегодня, проходили. Это связано именно как раз вот с этой псевдой, ну, даже не левой идеологией, сейчас говорю, это оскорбление по отношению к левой идеологии. А для меня очень важно, там, как для экономиста, как для человека, там, этого среднего класса, чтобы именно левой идеология развивалась, чтобы развивалась экономическая теория левой идеологии. Ну, то есть ключевой, там, показатель – это коллективные действия. Когда вы, условно говоря, складываете маленькие какие-то пазлики в одну кучку и делаете какое-то, там, предприятие, там, или еще что-то. То есть левая идеология, она не противоречит. Она абсолютно не просто не противоречит, она его поддерживает. Более того, это коллективные действия, любые коллективные действия в области политики, в области экономики. Вот сама по себе основа основ, пытаться ее, вообще раз говорю, подменить идеологии бандитизма, ну, вот, я говорю, именно в этом-то и проблема тех левых, которые называют себя левыми. Они не левые, а просто обычные бандиты. Но, как к этому бандитизму, уже все готовы. Ну, то есть все, власть готова, готовы те, кого вот эти барские усадьбы, которые им хочется погромить с вилами, ну, уже готовы. Мы уже с этим, чем они нам, что они нам хотят предложить? Тех, кого они изображают в виде своих врагов. Они хотят нам предложить, что они будут теми же бандитами, которые были в 90-е. Вот эти сопляки, мы-то в 90-е прожили. Мы умели и тогда работать против бандитов. И понимали, поэтому, кто это? Вот это сопляжую, сопляжую, сидящие в сети, которые, в лучшем случае, могут там хулиганкой пробавляться. Да, я боюсь их огорчить. Стреляю я до сих пор хорошо. Дмитрий Валерьевич, кто понес потери, а кто заработал на пандемии? Ну, если говорить в целом, то, если мы возьмем мировую историю, то в мире, в первую очередь, заработали те, кого ошибочно называют государством. Кто проиграли, проиграла вообще вся мировая экономика в целом. Потому что правители, ну, абсолютно все государственные мужи, не обладая навыками управления, а самое главное, навыками, ну, условно говоря, заглядывания за горизонт. Сначала это потому, что я, к сожалению, вынужден наших шапкозакидателей, которые говорят, вот только в России. Нет, не только в России, просто Россия, как страна с более слабой экономикой, с более слабыми государственными институтами, она пострадала сильнее, именно за счет того, что институтов нет. Многие говорят, давайте Васю на петь поменяем, и вот будет все хорошо. Нет, дорогие мои хорошие, у нас надо бы управлять институты. Ну, вот, грубо говоря, в Соединенных Штатах меняется условный левак на условно правый, на условного левого, а фундаментально ничего не происходит. Ну, то есть, это боржа, в которой очень множество подправляющих каких-то органов управления, которые, даже если там придет по странному истечению обстоятельств, по-моему, Каньи Уэст мог прийти, там человек, в общем-то, не совсем адекватный, даже пофантазировав, то там есть система, которая исправляет все это дело. И она заточена не какими-то Ротшильдами, не мировым правительством, и даже, упаси Господь, не какими-то рептилоидами, которыми... Поэтому выиграли его за рубежом в первую очередь те бюрократы. Проиграла вся экономика, потому что экономика сейчас всех стран, а Россия, это такой боковичок, ну, я говорю, 11-я экономика мира, это мы 1,7 мирового ВВП, то есть мы в десятку никак там не вползем, и мы, в общем-то, не являемся экономическим субъектом, значимым для в целом экономики. Мы по ряду рынков, по ряду рынков где-то мы игроки, ну, там рынок нефти, газа, но в большой мировой экономике, то есть это легко компенсируется, наше отсутствие или наш провал или, наоборот, подъем. Поэтому выиграли бюрократы, проиграли, поскольку люди любят рассуждать, проиграли в первую очередь люди труда, к коим относятся предприниматели, потому что они именно образуют и создают рабочие места, они создают, соответственно, запрос на работу, потому что никто не приходит на рабочее место, а там уже, знаете, стоит вал клиентов, клиентов кто-то создает. И это точно не человек, который приходит с 9 до 6. Насколько верно утверждение, что власть целенаправленно уничтожает средний и малый бизнес и средний в класс как таковой? На мой взгляд, это да. Я считаю, что это целенаправленная история, но она правильная. Вот тут есть такой, это не парадокс, а человек труда, человек индивидуального труда, то есть который не приходит на рабочее место, которое ему кто-то организовал, а кто организует. То есть это мелкий бизнес, средний бизнес, ремесленничество, даже крупный бизнес по странному стечению обстоятельств. Он независим, а раз он независим, то он может высказывать свое мнение. Поэтому уничтожение мелкого и среднего бизнеса, крупный бизнес не так выгодно уничтожать, потому что крупный бизнес обеспечивает две вещи. Он обеспечивает избирательность, избираемость точнее, вот это более верное слово, и он обеспечивает доходы в бюджет, то бишь налоги. А мелкий и средний бизнес ни то ни другое. Его проще полицейскими дубинками и сапогами, кованными сапогами ОМОНа поставить в стойло. Отталкиваясь от сегодняшнего дня, есть ли шанс у малого и среднего бизнеса выжить в России? Шанс-то есть выжить, другое дело, что это будет не благодаря, а вопреки. Потому что бизнес жил и тогда, когда он был запрещен. Многие знают, что в своей истории, например, я занимался производственным и торговым бизнесом, когда еще было это запрещено. То есть на первых этапах пластинками менялся, фантиками менялся, жвачкой менялся. Потом шапки шили, ООНы устанавливали. Я понимаю, что большая часть молодежи даже не понимает, что такое ООН. Декодеры вставили. Даже страшно сказать, телевизоры собирали из комплектующих. Ну, то есть были, но все-таки инженер-конструктор-технолог Рео. Вот. Другое дело, что никакого смысла собирать те же самые телевизоры здесь, на территории Российской Федерации, кустарным способом не было. И поэтому, в общем, все это было закрыто. А так, ООНы, декодеры, погуглите персонажа, если вы не знаете, что такое установка декодеров. А да, еще можно было ли ленивку вставили, это пульт. Ваши папа и мамы переключали телевизионные программы плоскогубцами. А вот мы, как иные студенты, делали так, чтобы у папы и мамы можно было посидеть около своего любимого ковра на своем любимом диване переключить. Мы все равно выживем. Мы все равно выживем. Другое дело, что малый бизнес, то есть микробизнес не передоставит в малый бизнес, малый не передоставит в средний, средний не передоставит в крупный. Мы всегда будем занимать какую-то, там, такую очень нишу, там, принеси-подай, почини сапоги. Поэтому я не тешу себя иллюзией. Произошел очень жесткий водораздел. Есть, опять-таки, крупный бизнес, который очень сильно, то есть нету вот этого перехода между средним и в крупный не перерастает. Потому что даже те условно крупные компании, там, типа Wildberries, или там, компания Федя Овчинникова, Dodo Pizza, которые, в общем-то, хорошие середнячки, ну, вот они хорошими середнячками остаются. И они все время балансируют в зависимости от каждого прилетающего кризиса, свалиться им обратно в малый бизнес или еще побарахтаться в средний. Поэтому я на ней, ну, то есть, посмотрите список Forbes. Список Forbes. Они поэтому его и формируют. Те, кто там до 30, там есть там самые молодые миллиардеры. А если брать по, как это, по гамбургскому счету, ну, в крупной компании никто не выбился. И это проблема. Ну, это проблема для России, для экономики России, для тех людей, которые работают. Потому что, когда они работают там в маленькой компании, у них совершенно одно рабочее место, у них совершенно одна трудовая деятельность. Потому что у них нет возможности роста вместе с компанией. Потому что когда компания расширяется, ты можешь расти не только вверх, ты можешь расти горизонтально. То есть, какое-то технологическое развитие. А так, когда у тебя средний бизнес, ты там приходишь к потолку, к стеклянному потолку, и ты втыкаешься, и у нас и трудовые ресурсы не развиваются. мы берем в целом поэтому и как дерьмо в коробе такой туда-сюда обещанные властями меры поддержки вперед пандемии насколько они были выполнены ну власти в общем особо ничего такого не обещали скажем честно поэтому кредит они создали проблемы в момент локдауна и вы сдай выдали на это кредит поэтому в этой части эти в бандитские 90 было был такой это было трехходовка сначала делся показательный наезд потом стрелка с твоими старшими потом делался показательный отъезд и увеличилась ставка на музы поэтому в этой парадигме наша власть показательный наезд показательный отъезд и еще выдать на это кредит времена поменяли слава богу не там никто не ездит никуда с оружием просто выпускаются законы методологии то есть технологии осталось тоже оболочка просто поменялась от того что у вас раньше условно говоря там не знаю бейсбольная бита была как это просто вытащена из какой-нибудь арматуренной палки а сейчас она стала такая очень красивая из хорошего дерева что поменялось для меня на ваш взгляд экономика россии безнадежно какие основные тренды на среднесрочную и долгосрочную перспективу да нет она не безнадежно безнадежным и поэтому с этой самой самое самое сложное это безнадежность сознания людей а экономика то чего экономика существует сама по себе понимаете но тех властителей тех вот сейчас будут условные выборы я 90 процентов там даже этих аудиторий скажет там чет нас агитируешь за какую-то хрень а я могу сказать что до тех пор пока мы не будем понимать что в америке там порядка 80 уровней выборности вообще как таковой то есть она не идут будет степ-бай-степ это же вопрос не том что правильно считают а в том что наличие такого количества выборных этапов приводит к тому что люди постоянно готовы нести ответственность а у нас до высшего эшелона там 67 у нас люди не ходят на собрание школ заметьте я сейчас тоже не про выбор это осенние говорю у нас не ходит на собрание дома вы попробуйте ну я вот нескольких домах являюсь организатором соответственно электронного там просто голосование именно голосование с собственников дом я могу сказать что чтобы собрать 50 процентов например у нас один из домов где я являюсь собственником там 900 900 как условно собственников чтобы собрать 50 процентов это надо очень сильно постараться это огромные затраты просто чтобы собрать при том что нужно проголосовать за все понимают что у нас там тоже которая была создана 67 лет воровала и председатель на воровал так что мало не покажется вот чтобы собрать и просто скинуть потребовалось шесть-семь лет поэтому я просто очень все это хорошо знаю и люблю люди которые например та же программа реинновации люди вместо того чтобы оформить получить существенно больший доход оформив землю то есть размежевав землю которая больше всего стоит под их там пятиэтажками нет они просто подписали бумагу по правительственную под реноваться поэтому я не тешу себя иллюзии что есть какая-то там проблема власти ее нет ну как мы периодически с товарищами обсуждаем что люди в общем-то сами складывают тот пазл который есть ибо боль того как когда им на это указывают что их пассивности являются основополагающей проблемы россии они ее как ему богу угодно образом защищают что там все решено все посчитано да куда вы нас тащите да не надо здесь обсуждать я говорю вас никто никуда не тащит пожалуйста тоните в мугуана как вы считаете нужно только при этом при всем очень забавная ситуация вы оплачиваете весьма недурное содержание нашим властителям в виде налогов поэтому когда вы говорите что вы не принимаете участие говорю но это такая какая-то убогая и совсем идиотская позиция потому что значит вы все 20 процентов которые в каждой покупке они идут на содержание власти те там 50 почти процентов с вашего дохода любого дохода в государственной структуре в частной структуре работает она идет на содержание власти и потом вы говорите не я не буду ходить на школьные собрания или на собрание там собственников дома я говорю на ребят мы достойны того что происходит вокруг я вижу разницу между гражданским обществом россии за рубежом мы с одной стороны очень политизированно политизированы потрындеть вот это мы называем политизации но какие-то совместные действия вот мы с вами за кадром чуть-чуть обсуждали так называемые левую идеологию вот вся левая идеология это только все взять и поделить только от не левой идеологии это идеологии бандитизма это осознанная подмена что мы будем грабить барские усадьбы только я как уже сказал чуть за кадром не забывайте что никакого крупного переворота кроме сожечь барские усадьбы вы ничего не сможете то что крупные объекты вы не возьмете потому что там простите не только вооружён во первых вы нарушаете закон его соответственно к вам будут применяться люди которые при власти они будут тут же будут вызывать войска омон и потому что это их все остальное вас будут стрелять вы еще даже вы даже до оружейки не дойдете со своими пукалками с вилами там или со всякой остальной поэтому все что вы состоянии это отжать шубу условно богатого но это бандитизм ну то есть не на не надо по под это подстраивать псевдо и левую идеалом как объяснить атомизации общества на мой взгляд это достаточно понятно потому что ведь что произошло вот знаете мне иногда извините издалека по подводку не иногда задают вопрос а чтобы ты хотел посмотреть если у тебя была такая возможность я всегда говорю что вот я с машиной времени хотел бы просмотреть где нибудь с 1861 год но где даже пораньше чем таком на перемотке с момента то бишь где-то за пять лет до отмены крепостного права по какой-нибудь год наверное 30 вот так вот лишь когда общество происходило проводила очень серьезный такой внутренний перелом и как мне кажется вот это неверие в себя она произошла как раз из-за того что мы не хотим ну во первых мы не хотим какой-то иной точки зрения то есть нам нужны суррогаты ведь чем хорош условно сегодняшний путин потому что это суррогат потому что это выхолощенный то тут смесь вовочки с штирлицем без каких-то минусов и плюсов чем чем нам хорош условный там мой друг пал николаев грудин потому что все его ну то есть все его хотят воспринимать каким-то вот обязательно ведь таких суррогатным персонажем кому-то там нравится кому-то не нравится то что например он в интервью дудю сказал что сталин это один из руководителей отличных руководителей для кого-то там не нравится что что организация труда на так как этот называет любит любит на повесить маркер что на капиталистической что он там собственник что все остальное до тех пор пока мы не будем воспринимать там путина в полном объеме я в данном случае даже не как антагонистов воспринимаю там грудинин того же навального ничего не будет происходить потому что ну я например алексей навального с прямо в полном объеме и я это говорил даже нескольких своих интервью для меня был непростой выбор когда были выборы мэра москвы проголосовать за алексея навального по весьма прозаичной причине потому что в полном объеме это как а это означает что полном объеме я я понимал почему его выдвигают единоросс ну давайте будем честны значит был фундаментальный договорняк на этапе выдвижения когда для того чтобы пройти муниципальный фильтр и алексеев навальному ему была оказана существенная помощь правящей партии единая на россии для выдвижения собрана ну просто там должно были муниципальные депутаты подписаться ну я знаю у нас будет к куче комментариев что он вообще там проект кремля для кого-то агент госдепа ну то есть для для всех условных комментаторов нужен очень такой простой паттерн либо белая либо черная вот разбираться что оказывается картина любого человека состоит из множества пикселей и там мы черных и белых и ты должен существенно глубже смотреть на человека и выбирать что вот там ну вот мне наверное ближе вот этот потому что у него больше там серых зон в этой части но меньше в этой части ну вот когда мы говорим об атомизации от не столько даже атомизация вопрос нежелания принимать на себя ответственность может лень просто нет 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 он это и быть рабом очень выгодно правда класс а